Здравствуйте друзья! Сегодня мы расскажем об очень важном элементе многих современных струнных музыкальных инструментов. Этим элементом является гриф, который представляет собой длинную деревянную пластину, которой исполнитель прижимает пальцами струны в определенном месте, чтобы изменить длину их колеблющейся части, тем самым регулируется высота звука. Так как появился первый гриф? Древние музыканты заметили, что при игре на музыкальном луке существуют некоторые неудобства, когда музыкант прижимает струну пальцами левой руки, чтобы изменить все свои грифы. Музыканты приходили в струну очень осторожно, чтобы контролировать все игровые, так как нажимая на струну, туда не помогла вбивать все тем самым дополнительные игровые струны. Чтобы установить этот недостаток, древние мастера установили на музыкальный лук ветку-распорку, которая верхним концом упиралась в место между верхним концом лука и струной, а нижней части – верхнюю часть колчана, резонатора, который в свою очередь упирался в упор, установленный нижней части дуги лука. Одну сторону ветки и распорки делали плоской, а с противоположной стороны на краях ветки делали специальные углубления. С такой распоркой грифа музыканту стало проще играть звуки в любых позициях. А также улучшилось качество звучания всего звукового диапазона. Звуковой диапазон музыкального лука с распоркой грифа с распоркой грифом мог составлять до двух октав. Следует напомнить, что переоборудование охотничьего лука в музыкальный лук и обратно занимает несколько минут. Друзья, делитесь этой информацией с коллегами, со своими друзьями и близкими. Далее мы продолжим рассказывать о развитии струнных музыкальных инструментов. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем желаем здоровья и всех благ! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok